Так вот, сейчас будет разговор весьма интересным, красивым, поучительным. И почему именно в автостопе? Объясню ситуацию. Автостоп — это мой идеал, потому что я посмотрел в свое время топ-гир, в свое время топ-гир, который не был последним топ-гиром, естественно, а был еще тот самый топ-гир. Я его начал видеть своими глазами в 1995 году. Да-да-да-да-да, именно тогда я пришел с другой конторы, приехал к Андрею Леонидовичу Хиловскому, и мы там поставили тарелочку. В аналоговом сигнале я его смотрел, это был идеальный вариант. То материало, что мне понравилось, я хотел бы сделать. Я его сделал. Это тот же самый вариант топ-гир, только с российской наклонностью. А теперь небольшой нюанс о тех моделях, которые вы сейчас видите. Это моя самая большая, любимая модель самолета, потому что она делалась красиво, ровно. И с учетом того, когда я начинал эти модели самолета собирать, отечная сборка предоставляла из себя весьма жесткое зрелище. Сколько нужно было шпаклевки и все остальное сделать, это был кошмар. А эти самолеты, они просто лепились и делались очень-очень хорошо. И мало того, я научился летать. Ну, в смысле, я достаточно никогда не умел. Я хотел летать, сейчас небольшой нюанс будет. Но сейчас, чуть-чуть попозже. То есть, это было, грубо говоря, я начал летать и начал делать самолеты. Маленький нюанс, разный, естественно. А еще в школе. Да, мне подарили, я пытался сделать. Ничего не было в природе своей. Какие там аэрографы? Вы что, там с дуба рухнули, что ли? Нет, конечно, никаких аэрографов не было в природе своей. Просто собирались. Собирались из непонятно чего. Клеились дихлоретаном. А дихлоретаном мне еще дядя Сережа мой, Малак, очень хороший специалист, принес его с комбината. Ничего, ничего, ничего не было. Вообще, я сейчас думаю, дети, которые сейчас выросли, у вас есть все. А у нас было ничего. Вот, я их начал собирать, естественно. Уже потом, в 1984 году мы переключились и стали, перешли и начали заниматься. Это мы были первыми. Костик Иршов, Виталий Коркин и Чиликин Алексей. Сделали первые. Начинали делать радиоуправляемые модели самолетов, потому что у нас был очень хороший специалист, Цыганов. Крутой товарищ был. И он нам показал, и мы увидели, это было красиво, ровно. Мы первые собрали свои личные модели самолетов, где я сейчас о ней, понятия не имею. Это было плохо, естественно. Ну попробуй, попробуй, может быть, сделаю. Попробуй сделать, потому что мы с сыном этим делом будем заниматься, и я сделаю, в конце концов. Вот. Только он будет электрический, естественно, потому что сейчас все действует на электричестве. Другое это время пошло. Вот. И уже где-то ориентируясь, в 1985 году у меня человек, с которым я познакомился, он умел красить модели самолетов, но он мне сказал, что есть такой товарищ Анатолий Черников. И он меня с ним свел. И в 1986 году я первый сделал в городе Магнитогорске клуб стендового моделизма. В Орженикизе мы этим делом занимались в 19 часов на втором этаже. Всем это очень сильно понравилось. И я после того, как посмотрел, какие модели сделал этот человек, да, это был топ. В тот момент ничего подобного не существовало, потому что он был пилотом, он летал на Украину. С Украины было все в порядке. Это не то, что сейчас. Бузики отдельные. Он летал во Львов. Ну и там он брал настоящие модели самолетов. И сигнал. Вау, крути, что это был Макс. Ой, это было что-то рево. Уах, 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 уах. Да, я много чего насмотрелся. И в свое-то время я у него купил 6 моделей. Ф-14, Ф-4, Фантом-2. Купил я у него Ф-111, А-10, Ф-15. Ну вот, в общем-то, те модели, которые я у него купил. А там уже началась чеботуха. То бишь, давайте все-таки определимся, кем и чем я должен был бы заниматься в природе своей. Вы думаете, что во мне грезила вот эта дивная составляющая телевидения? Да никогда я про это даже не думал. По сути, своей событий. Это был год 88-й. Я пошел в авиационную подразделение. У нас в свое время был авиационный. Настоящий клуб. И у нас были замечательные модели. Яг-55. Для этого еще я к 50-й был. А я знаете, когда делал все это дерево? Да не-не-не, не тогда, когда туда пришел. Господа мои, мы летали. В свое время с Цыгановым был еще один у нас такой хороший товарищ, который мне кое-что подарил. Я благодарен. Я ему хочу сказать, что если бы меня увидел, мог бы мне позвонить, я бы тебя устроил. И ты жил бы на моем доме, естественно. Но почему-то он не звонит, куда-то пропал. Я всегда люблю людей, понимаете? Есть люди, я не ненавижу их. Просто есть люди-отморозки, понимаете? Отморозки случаются и в моей практике. И почему сейчас все это дело в автостоп? Еще немножко, чуть-чуть дальше. Сейчас немножко получится. То бишь, я ровно год проучился. Я посмотрел. Первоначально я видел Я-50-й. Ну, хорошие борты были. Я их своими глазами видел. Сушки-26-е там были у нас. Да-да-да-да-да. Это было все у нас. У нас были... Вилга уже после этого появилась. Нет, там было К-26-й. Вертолет тогда стоял. Ну, естественно, Ан-2. Это я своими глазами. Я потом уже, потом уже, сейчас немножко расскажу. Чуть было чуть позже. То бишь, Анатолий Черников, это был один из лучших специалистов. Но ровно год прошел, я уже подготовился. Все было красиво и ровно. Я тащился от авиации. Обалдею. Я хотел бы вернуться на круги своя, но там наступила не самая вещь, какую ляда мы придумали и поставили этого товарища под названием Горбачев. Дело непонятное. Ну, так вот. Все начинало разваливаться. И я бы стал бы дальше. Но, тварь, нехорошее животное, естественно. По-другому я про него ничего не буду говорить. Она мне сказала, а у тебя не хватает 3 килограмма веса и 20 сантиметров роста. Потому что я был солопедом в школе. Я был самым мелким чмошником. Ну, не совсем чмошником. Меня попытались там местные товарищи из моего класса колбасануть. А у меня есть проблема. То есть я психовный человек. И не надо меня доводить до состояния жопы. Они довели. И я человека просто положил. Который был самый взрослый человек. И просто положил его на порту и начал бить. Была такая ситуация. Не надо меня доводить до состояния в том, когда я начинаю что-то терять. Я теряю мысли и все остальные вещи. Это я говорю про тех, кто думает, что с моим сыном может что-то случиться. Ничего с ним не случится, уж поверьте мне. А уж если случится, как бы вам сказать. Даже если это будет то место, откуда люди не выходят. Я оттуда точно не выйду. Из тюрьмы с моей маляшкой я точно не выйду. Это 100%. Поверьте мне. Там арак четвертой степени не лечится. В природе своей. Ну так вот. И все это дело навернулось как кругом и мохнатым. И вообще. То бишь она мне не дала летать. Ну потом я поступил в горный институт. Была тема весьма интересная. А почему я появился на телевидении? О, вот этот дивный вопрос был. То есть если бы Советский Союз продолжал свое существование, а в 91 году вставать бы в КПСС. И вы знаете, к окончанию сюжета, имея качественные партийные списки, а почему я мог поступить в партию, тогда вообще никаких проблем не было. Это человек, который верующий, мог вступить в партию. Потому что покрестились мы в 89 году, в 91, будучи октябренком, пионером, комсомольцем. Я собирался поступить в КПСС. Но потом в 91 году все это дело развалилось. И что началось? То есть если бы я был бы нормальным человеком, то все было бы нормально, поверьте мне. То есть я знаю, о чем идет речь. Я люблю с людьми работать. Люди должны видеть меня. Мы должны им показывать жизнь нашу. И я куда поступил? Я задал вопрос. У меня был такой товарищ, он поступил в Горенково. Был четвертый канал телевидения такой. Может вы помните, может не помните. Ну вы должны понимать. То есть на четвертом канале сработает ТНТ. Которое уже было переделанное все это дело. Это было его подразделение. Я пришел туда, спросил, насчет насчет квартиры. Он сказал, квартира будет. Ну я появился туда, естественно. Ну вот и все. Ну с квартирой обломалось. А после этого я поступил к Андрею Хиловскому. Спросил насчет квартирки. Ну там отдельная тема была. Ну да и ладно. То есть в итоге событий. Что потом получилось? Потом мы снимали уже авиационный сюжет. Снимали вместе с Анатолием Черниковым. Анатолий Черников дал мне возможность полетать на планере. Он мне дал вругль. Я скажу, что вот это был идеальный вариант. То бишь, давайте дальнейший вариант объясним ситуацию. То есть я даже стал очень крутым специалистом. То есть в области Ил-2 я получил все, что должно быть. Знаете, что такое Ил-2? Это самый крутой симулятор полетов. Его бы сейчас переделать, до ума довести. Все было бы нормально. Но почему-то дело не получается. У 1С я бы задал вопрос. После этого я стал очень крутым специалистом в области. То есть это были штурмовики. Или было наоборот. Не помню. То есть я прошел и за истребителем двух наций. То есть Советский Союз и замечательная страна под названием... Ну уже не страна, с которой мы очень сильно стыковались. В Германии тоже я там все получил нормально, ровно. Но после этого, после этого, вот сегодня и сейчас... Они, к сожалению, это дело закончили. Я не понимаю, для чего. Это идеальный самолет. Как они делали? То есть самолет взлетал. И теперь давайте определимся вопросом. На чем я вылетел? То есть я не летал на джойстике, я летал на клавиатуре. Да-да-да-да-да. Там были проблемы еще те. Но отлетался. А после этого уже здесь, дома, я поступил в последнюю версию. Воткнул вот эту штуку. Вау! Как это было круто! Давайте поделимся. Если мы будем говорить о том, на чем летать крайне сложно. Это МиГ-3. Это вообще сложности. Он и заваливается, и все остальное валится. Не пришей кобыле хвост. Ну да, там сложности с ним реальные. А эти самолетики, вот эти, вот, они мало того, что они хорошо сделаны. Ну, в некотором событии один из вариантов вопроса, вы должны понимать, что эти самолеты, это были советские самолеты. То есть это вот, это были самолеты советские. То есть тогда, когда я ими занимался, я себе купил, я его собрал. Ну, было красиво. Четненько, ровненько, все замечательно. Вот. Эти самолеты исполняются, летают просто изумительно, летают просто красиво. Да. То есть и сборка, и материалы хорошие, и все остальное. Но почему вы так думаете, что я стал еще и более интересным в области хобби? Потому что в свое время, как раз 20 лет назад, 21 числа, ноября месяца, 2003 года, ровно 20 лет уже проходит, не стало самого крутого специалиста в области телевидения. И вот этот крутой телевидение, это был Валерий Юрьевич Гиммерверт. Для меня он был Валерий. Мы очень много думали, соображали, делали. Он сделал один из самых моих лучших сюжетов. Это был ресторан под названием, не помню, ну хороший такой сюжет. Если есть возможность, можете в интернете посмотреть, я вам показал. Ну, это был крутой специалист. Он научил меня жизни. Был еще другой человек, Анатолий Синельников. Тот ушел из жизни 10 лет назад. Это было в апреле, по-моему, не помню, как в этом году. То есть это был 13-й год. А чуть-чуть позже, чуть-чуть позже ушел из жизни еще один. Один из лучших специалистов. Ну, тут как мы будем говорить. Я все-таки стараюсь работать с удовольствием. И когда я все это дело снимаю, вы думаете, что где-то штатив нет, господа мои. Я знаю, как это делается. Я делаю это изумительно. И вы должны понимать, что изумление это передается вам. Вот оно в чем. Потом уже ушел 23-го числа. Юрий Пырялин. Это были два крутых... Это были два самых крутых специалиста, которые снимали. Они делали это изумительно. Да, да, да. Ну, мы ничего не будем говорить о том, куда я поступил в институте. Хотя буду говорить. Николай Иванович Иванов, это был ректор института. И в отчаях. О, это были... Я теперь начинаю понимать, что человек в возрасте 85-ти годков, он очень, очень бывают умными. И давайте все-таки определимся, что, к сожалению, к сожалению, не удержали нашего другого специалиста под названием Иосифа Ивановича Сталин. Я не буду говорить о чем, что случилось. Но Сталин за 7 лет, за 8 лет, да? За 8 лет из разрухи после Второй мировой войны сделал все изумительно. Вот это был специалист. Он еще нам сказал, что 50 лет люди должны быть на пенсии, потому что, извините, мы живем в жопе. Ну, так-то оно и получается, естественно. При такой минсовой температуре, летней температуре, ну, надо головой скучать, ну, эта тема сейчас другая. То есть, то, что сейчас делается, ну, я не думаю, что это красиво и ровно. И тем более, если бы он прожил до 85-ти годков, да, это было бы круто. То есть, у нас бы не было вот этих хрущоб. Сталин все делал красиво и ровно. Я живу в сталинском доме. Хотя, сталинский дом достраивался при хрущобе, естественно, там дырки и косяки, но я попытался это заделать, естественно. Ну, вот это было бы нормальное. Да, 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 да. И, вы знаете, никто бы не уничтожил его самого любимого человека. Его самым любимым человеком был Василий. А он занимался, а он грезил, а он работал. Это была его жизнь, его авиация. Но, к сожалению, все развалилось. Я очень сильно думаю, что Сталин был человек с мозгами-то. Может быть, мы бы сохранили все то, что должно быть. И, в принципе, не разрушив все это дело, не сплавив в печах, дай-то Бог, была бы другая ситуация, чем мы делаем сегодня и сейчас. Вот она. То есть, мы не будем говорить о том, что случилось. Мы будем говорить о том, что сегодня и сейчас произошло. И почему я этим делом занимаюсь? Да, у меня, кстати, пенсия, так как не сильно-то и высокая, естественно. Всего 15 тысяч рублей. Я пытаюсь что-то сделать, но почему? Я сейчас это дело все объясняю и показываю. Вы думаете, что все это дело было сегодня и сейчас круто и замечательно? Нет, господа мои. Куча аэрографов. То есть, мне никто не объяснял, как это делается. Это уже, получается, последняя модель, которую я вам показал. А вот она, кстати, последняя модель. Она считается у меня сейчас 59-я модель. То есть, я теперь научился. Я теперь знаю, как красить. Я лично потихонечку все это дело сам сделал своей головой, своими руками, своими мозгами. То есть, когда мне говорят, сколько ты уже научился делать, я говорю, что примерно я очень круто занимаюсь отдельными вещами. Вы еще смотрите, естественно. Но еще я очень круто занимаюсь примерно 37 профессий. Профессии я умею делать. И когда мне говорят, что тебя сейчас вышвырнут, и ты будешь говнюком, я говорю, ребят, это вы для себя думаете, что вас вышвырнут, и вы будете говнюками. Уж поверьте мне, говнюком я не буду никогда. Я всегда найду и знаю, и как это необходимо, сделаю. Потому что у меня есть один дивный принцип, который был в свое время озвучен. Учиться никогда не поздно. Я учусь, я делаю. Я делаю, работаю. И вы должны понимать, что это наша жизнь. Если мы не будем учиться, что из нас будет? Из нас будет, как бы сказать, то, что делается в других местах. Или вы думаете, что Америка меня не приглашала? Ну, здравствуйте. 97-й год. Я им ровно за час сделал все то, заклеил. У них там такое количество клея было, которого сейчас до сих пор не существует в России, в природе своей. Мы сейчас ездим на далеко не том, на чем ездит передовая сторона в области автомобилестроения. Это не только передовая сторона в области автомобилестроения, она еще сохранила всю историю свою. Она думает про это, а мы не думаем. Это плохо. Это плохо. Естественно. Ну, да ладно. Будем неторопливо делать. А теперь вопрос, почему все-таки это дело в автостопе? То есть, вы же должны понимать, что у меня с мозгами-то все в порядке, да? И свои машины кто делает? Ну, кто делает мои личные машины? Ну, догадайтесь. Даю вам единственный правильный вариант ответа. Я делаю эти модели. Все мои машины я делаю своими руками. И в скором будущем я залезу, наверное, и в коробку, автомат. А вы не слышали, что ли? Да ничего там сложного нет, поверьте мне. Да, сделаю. И залезу в двигатель. Я примерно знаю, как это все делается. Разберу, сделаю своими руками. Это будет нормально, ровно. И я сложу все косяки на одного человека. Догадайтесь, кто это. Я достаточно часто, ну, здесь в квартире очень много зеркал поставил. Я его вижу в своем отражении. Да, господа мои. Да, господа мои. Но если что-то у вас случится, если что-то у вас случится, ну, добро пожаловать в программу «Автостоп». Она может это делать вместе с вами. Думайте, господа. Думайте, господа. Думайте, господа.